Представьте себе мир, где все континенты свели к единому массиву суши – Пангея. Этот суперконтинент, существовавший более 200 миллионов лет назад, был не просто географической особенностью, а уникальным пространством, на котором правила своя экосистема. Упрощая, Пангея напоминала большой остров, окруженный бескрайними водами океана. В представлении ученых она занимала почти всю поверхность Земли, а ее размеры впечатляют – площадь Пангея превышала сотни миллионов квадратных миль. Пангея образовалась в результате миллионов лет тектонических изменений. Континенты, которые мы знаем сегодня, были объединены в единый массив благодаря движению литосферных плит. Это объединение происходило постепенно, из-за чего на планете возникли разнообразные экосистемы. На Пангею гуляли динозавры и другие примитивные существа, которые обитали в разных климатических зонах. Эта эпоха была не только временем для гигантских рептилий, но и для появления первых лесов, угольных отложений и различных видов растений. Когда мы говорим о Пангея, стоит обратиться к ее климату. Существует предположение, что в центре этого суперконтинента царил тропический климат, а на его периферии – более умеренные условия. Тепло и влага, идущие со стороны океана, создавали идеальные условия для растительности. Но вот что интересно. Многие ученые считают, что на Пангея не было значительных климатических изменений, характерных для современных континентов. Это означало, что экосистема оставалась стабильной и разнообразной. Однако, несмотря на это, Пангея не была идеальным местом для жизни. Огромные пространства суши создавали проблемы с доступом к воде. Внутренние районы, находящиеся далеко от океана, подвергались засухам и другим климатическим явлениям. В результате этого животным и растениям приходилось адаптироваться к суровым условиям. Некоторые виды выживали благодаря своим уникальным способностям, а другие исчезали. С течением времени все изменилось. Спустя более 100 миллионов лет Пангея начала распадаться. Это событие стало одним из самых значительных в истории Земли. Результат этого распада можно наблюдать и сегодня. Континенты, рассеянные по планете, продолжают двигаться, создавая новые экосистемы. Однако, если бы Пангея существовала до сих пор, как бы выглядела карта Земли? Воссозданные карты показывают, что если бы Пангея оставалась целой, то мир выглядел бы совершенно иначе. Все континенты находились бы рядом друг с другом, а расстояния между ними сократились бы до минимума. К примеру, Северная Америка, Южная Америка, Африка и Азия были бы связаны, образуя единое целое. Визуально это создало бы впечатление огромного континента с разнообразными географическими особенностями, от высоких гор до бескрайних равнин. Но на этом загадки не заканчиваются. Как бы это объединение повлияло на климатические условия, экосистемы и жизнь людей? Исследования показывают, что мир Пангея был бы гораздо более жарким, чем сегодня. Высокая температура и минимальное количество водоемов могли бы привести к значительным изменениям в распределении живых организмов. Суперконтинент оказался бы настоящим испытанием для живой природы. Но что было бы с человечеством в таком мире? Как бы выглядела жизнь людей, если бы они жили на Пангея? Мы можем только предполагать, но одно ясно, такой мир был бы полон уникальных вызовов и возможностей. Исследуя эти вопросы, мы можем понять, как важны тектонические процессы для формирования нашей планеты и ее жизни. Теперь, когда мы немного узнали о Пангея и ее особенностях, стоит обратиться к тому, как бы выглядела карта Земли, если бы все континенты действительно были объединены в один суперконтинент. Воссозданные карты Земли показывают, что если бы Пангея сохранилась до наших дней, она выглядела бы совершенно иначе. Континенты, которые мы знаем сейчас, были бы собраны в единый массив суши, что радикально изменило бы не только саму географию, но и климатические условия, а также экосистемы. На этих картах Северная Америка, Южная Америка, Африка и Азия сливались бы в одно целое, образуя огромный континент, который занимал бы центральное положение на планете. Визуально это создаст впечатление огромного континента с разнообразными географическими особенностями, от высоких гор до бескрайних равнин. Представьте, как выглядела бы эта Земля. В центре Пангея находились бы массивные горы, такие как Апалачи и Урал, которые возвышались бы над окружающими равнинами. На юге простирались бы обширные тропические леса, полные экзотических растений и животных, которые процветали бы в теплом климате. В то же время на периферии континента могли бы находиться более холодные районы, где температура была бы гораздо ниже. Эта географическая организация создала бы уникальные климатические зоны, которые были бы готовы к различным экологическим условиям. Но что еще интереснее, так это то, как изменилось бы пространство между этими территориями. В настоящий момент океаны разделяют континенты, создавая большие расстояния, которые сильно влияют на климатические условия. На Пангея океаны были бы значительно меньше, а расстояния между сушей сократились бы до минимума. Это означало бы, что теплые и холодные течения, которые влияют на погоду, были бы другими. Например, отсутствие Атлантического океана могло бы привести к тому, что теплые воды, движущиеся с экватора, достигали бы северных регионов, не встречая никаких преград. Это также влило бы свой вклад в разнообразие экосистем. На Пангея существовали бы более однородные экосистемы, где растения и животные могли бы свободно мигрировать по всей территории. Это создало бы идеальные условия для выживания многих видов, которые в настоящее время ограничены географическими барьерами. Существа, которые сегодня обитают на разных континентах, могли бы сосуществовать, что привело бы к неожиданным взаимодействиям и изменениям в эволюции. Тем не менее, не все изменения были бы положительными. Объединение континентов в Пангею могло бы привести к значительным климатическим изменениям. Ученые предполагают, что центральные регионы могли бы испытывать экстремальную жару, до 120 градусов по Фаренгейту в самые жаркие месяцы. Это могло бы создавать постоянные проблемы с доступом к пресной воде, так как внутренние районы Пангея были бы далеки от океанов и больших рек. В условиях недостатка воды растения и животные должны были бы адаптироваться, и многие виды могли бы исчезнуть. Необходимо также рассмотреть, как бы вел себя климат в различных частях суперконтинента. В более отдаленных уголках Пангея могли бы возникать различные погодные системы, которые наоборот привели бы к наводнениям и другим природным катастрофам. Такие условия создали бы постоянные напряжения в экосистемах, где растения и животные должны были бы сражаться за выживание. Собранные воедино все эти факторы формировали бы уникальный ландшафт Пангея. Однако, несмотря на свои преимущества, такой суперконтинент также мог бы быть уязвимым к изменениям, вызванным как внутренними, так и внешними факторами. Одна ошибка в экосистеме могла бы привести к цепной реакции, уничтожив уязвимые виды. В связи с этим стоит обратить внимание и на то, как бы жили люди на Пангея. Таким образом, представление о том, как выглядела бы карта Земли, дает нам представление о том, как изменилось бы не только наше окружение, но и образ жизни, который мы знали. Человечество, если бы оно существовало в этом мире, сталкивалось бы с совершенно новыми вызовами и возможностями, которые открывал бы этот уникальный суперконтинент. Но как бы тогда складывались судьбы людей? Как бы они адаптировались к условиям, которые предоставляла бы такая мощная Земля? Это вопросы, которые остаются открытыми для обсуждения и исследований, но они подчеркивают, насколько важно понимать климатические и экологические изменения нашей планеты. Суперконтинент Пангея предстал бы перед нами не только как уникальная географическая формация, но и как пространство, где климатические условия переживали бы значительные изменения. Ученые предполагают, что внутренние районы Пангея могли бы стать знойными пустынями, испытывающими экстремальную жару в течение длительных периодов. В то время как на периферии континента царили бы более умеренные климатические условия, в центре сложилась бы ситуация, где температура могла бы превышать 120 градусов по Фаренгейту в самые жаркие месяцы. Такие условия неблагоприятно сказались бы на доступности пресной воды для флоры и фауны, что в свою очередь могло бы привести к адаптации видов или даже к их исчезновению. На Пангея централизованная суша означала бы, что расстояния между различными экосистемами значительно сократились. Водные ресурсы были бы сосредоточены в океанах, находящихся на периферии континента, в то время как внутренние районы могли бы страдать от нехватки влаги. Это создало бы уникальные климатические зоны, которые отличались бы друг от друга. Например, в областях, находящихся ближе к океану, могли бы образоваться тропические леса с богатым биоразнообразием, в то время как центральные пустынные районы сталкивались бы с гораздо более суровыми условиями. Эти изменения в климате также повлияли бы на миграцию животных и растений. Ландшафт Пангея позволил бы многим видам свободно пересекать большие расстояния, что способствовало бы смешиванию экосистем и взаимодействию видов, которые в настоящее время разделены океанами. Однако, несмотря на такие возможности для разнообразия, экосистемы Пангея могли бы оказаться уязвимыми. Изменения в климате, такие как длительные засухи, могли бы привести к снижению численности видов и даже к их исчезновению. Значительные колебания температур внутри суперконтинента привели бы к тому, что животным пришлось бы адаптироваться к новым климатическим условиям. Некоторые виды могли бы развить устойчивость к высоким температурам, в то время как другие, не способные справиться с жарой, исчезли бы. Это могло бы привести к тому, что Пангея стала бы домом для меньшего разнообразия видов, но с более выраженными адаптациями к специфическим условиям. Необходимо также рассмотреть влияние океанов на климатические условия. Если бы Пангея существовала, океаны, которые сегодня разделяют континенты, были бы значительно меньше. Это означало бы, что теплые и холодные течения, влияющие на погоду, действовали бы по-другому. Теплые воды, движущиеся с экватора, могли бы достигать северных регионов без преград, что привело бы к более однородному климату на большей части суперконтинента. Однако отсутствие океанских барьеров также могло бы способствовать более сильному нагреву внутренних районов. Особое внимание следовало бы уделить тому, как бы устроены погодные системы Пангея. В некоторых ее частях могли бы возникать мощные штормы и другие экстремальные погодные условия, которые могли бы вызвать наводнения и другие природные катастрофы. В результате экосистемы должны были бы постоянно адаптироваться к изменяющимся условиям, что создало бы дополнительные вызовы для флоры и фауны. И, конечно, важно учитывать, как бы это повлияло на человечество. Человечество, если бы оно существовало в таком климате, сталкивалось бы с множеством трудностей. Доступ к пресной воде стал бы критической проблемой, так как внутренние районы Пангея находились бы далеко от океанов и крупных рек. Люди были бы вынуждены разрабатывать инновационные методы ведения сельского хозяйства и добычи воды. Выживание в условиях высоких температур и нехватки ресурсов ставило бы перед ними уникальные вызовы. Однако, несмотря на все трудности, существовали бы и новые возможности. Уникальные экосистемы Пангея могли бы стать источником непривычных ресурсов, которые люди могли бы использовать. Связанный с природой опыт мог бы обогатить культуру и науку. Такие условия могли бы способствовать развитию новых технологий и методов выживания, которые были бы необходимы для жизни на столь сложном суперконтиненте. Таким образом, климатические изменения на Пангея формировали бы не только ландшафт, но и сами условия жизни людей, что в свою очередь привело бы к кардинальным изменениям в их обществе. Вопросы о том, как бы адаптировались и выживали люди в таком сложном мире, остаются открытыми, но исследуя их, мы можем лучше понять важность климатических факторов для жизни на Земле и ее экосистем. Экосистемы суперконтинента Пангея были бы уникальны и многогранны, создавая целый спектр жизненных условий. С центральной частью, где климат был бы жарким и сухим, до более влажных и умеренных периферийных зон, экосистемы управлялись бы суровыми климатическими условиями. Внутренние районы Пангея, находящиеся вдали от океанов, испытывали бы нехватку воды и подвержены засухам, что создавало бы значительные вызовы для жизни. Эти условия заставили бы многие виды адаптироваться, развивая уникальные механизмы выживания, чтобы справиться с экстремальными температурами, достигающими 120 градусов по Фаренгейту. На периферии континента, напротив, могли бы находиться тропические леса с богатым биоразнообразием. Здесь произрастали бы экзотические растения, а животные, такие как динозавры и ранние млекопитающие, нашли бы подходящие условия для жизни. Этот контраст между внутренними и внешними экосистемами создавал бы не только разнообразие видов, но и многочисленные взаимодействия между ними. Миграция животных была бы значительно облегчена благодаря отсутствию водных преград. Виды, обитающие на разных краях Пангея, могли бы свободно перемещаться и взаимодействовать, что способствовало бы обмену генетическим материалом и улучшению адаптаций. Это создало бы уникальную экологическую динамику, где одни виды могли бы конкурировать, а другие – сотрудничать, формируя сложные пищевые сети. Однако не все изменения были бы позитивными. Суровые климатические условия, такие как длительные засухи и резкие перепады температур, могли бы подавлять биоразнообразие. Некоторые виды не могли бы адаптироваться к экстремальным температурах и засушливым условиям, что приводило бы к их исчезновению. Это создало бы уязвимость для экосистемы, где каждое изменение могло бы вызвать цепную реакцию, влияющую на все живое. Ученые предполагают, что Пангея, как суперконтинент, имела бы свои особенности климатических систем. Возможно, образовывались бы большие метеорологические системы, которые могли бы создавать идеальные условия для возникновения сильных штормов. По мере перемещения этих систем они могли бы равномерно распределять осадки на периферии, но внутренние районы оставались бы подвержены засухам. Это создавало бы постоянное напряжение в экосистемах, где растения и животные должны были бы адаптироваться к меняющимся условиям. Значительное отсутствие водоемов во внутренней части Пангея означало бы, что многие виды животных и растений были бы вынуждены искать способы для сохранения влаги. Некоторые растения могли бы развить глубокую корневую систему, чтобы добраться до подземных вод, в то время как животные могли бы адаптироваться, минимизируя потерю влаги через потоотделение. Эти уникальные адаптации стали бы решающими для выживания в условиях постоянной жары. В то же время периферийные районы Пангея, расположенные ближе к океанам, могли бы испытать другие климатические условия. Здесь могли бы образоваться влажные тропические леса, где разнообразие растений и животных было бы гораздо выше. Водные ресурсы, доступные в этих районах, создавали бы благоприятные условия для жизни, где существовали бы уникальные виды, не встречающиеся в более сухих внутренних частях. Также стоит отметить, что отсутствие океанов, которые сейчас разделяют континенты, могло бы значительно изменить экосистемы Пангея. Меньшие расстояния между сушей позволили бы многим видам легко перемещаться и адаптироваться к новым условиям. Это создало бы потенциал для появления новых видов, которые могли бы возникать в результате смешивания популяций. Животные, такие как ранние предки современных млекопитающих и динозавров, могли бы занять различные экологические ниши, эволюционируя в ответ на климатические изменения. Например, некоторые из них могли бы развивать специализированные черты для выживания в условиях жары, в то время как другие могли бы адаптироваться к более влажным условиям. Такой процесс позволил бы экосистеме Пангея сохранять равновесие, несмотря на суровые климатические условия. Таким образом, экосистемы Пангея представляют собой сложный и динамичный мир, где разнообразие и адаптация определяли бы жизнь. Хотя этот суперконтинент мог бы стать домом для множества уникальных видов, он также был бы уязвим к изменениям климата и экосистем. Исследуя возможности этого мира, мы можем лучше понять, как окружающая среда формирует жизнь на Земле. Следующий шаг — это взгляд на то, как бы человечество адаптировалось к таким условиям, как бы оно выживало в мире, где жизнь подчиняется мощи природы. Человечество, оказавшееся на территории Пангея, столкнулось бы с уникальными вызовами, которые требовали бы быстрых и эффективных решений. С формированием единого суперконтинента люди жили бы в условиях, которые кардинально отличались от тех, к которым мы привыкли. Внутренние районы Пангея испытывали бы жестокую нехватку пресной воды, что создавало бы серьезные проблемы для населения. В этих условиях возникли бы новые социальные и экономические структуры, направленные на выживание. В условиях постоянной жары и нехватки ресурсов люди вынуждены были бы разрабатывать инновационные методы ведения сельского хозяйства. Скотоводство и земледелие стали бы основными источниками пропитания. Фермеры, вероятно, использовали бы подземные воды, пытаясь создать системы орошения, чтобы поддерживать свои культуры. Для этого им пришлось бы адаптировать свои способы ведения сельского хозяйства к условиям Пангея, используя более устойчивые к жаре сорта растений. Адаптация к климатическим условиям также касалась бы их жилищ. Постройки стали бы более прочными, с толстыми стенами, которые могли бы сохранять прохладу, а крыши с большими выступами, чтобы защищать от палящего солнца. Кроме того, использование натуральных материалов, таких как камень и глина, позволяло бы создавать комфортные и устойчивые к климатическим условиям дома. Суровые условия жизни способствовали бы формированию новых сообществ. Люди, объединенные общими интересами и задачами, создавали бы небольшие поселения, где бы работали вместе над решением проблем, связанных с нехваткой воды и пищи. Такие сообщества могли бы обмениваться ресурсами, что приводило бы к развитию торговли даже в пределах суперконтинента. Внутренние районы, возможно, стали бы центрами по производству сельскохозяйственной продукции, в то время как прибрежные зоны специализировались бы на рыболовстве. Среди этих трудностей возникали бы новые формы правления, направленные на координацию усилий различных групп. Лидеры общин могли бы принимать решения, касающиеся распределения ресурсов и организации совместных работ по строительству инфраструктуры, такой как водопроводы и каналы для орошения. Вероятно, появились бы и специализированные группы, ответственные за исследование новых источников воды и ресурсов. Кроме того, жизнь Данапангея заставила бы людей изменять свои привычки и образ жизни. Миграция могла бы стать ключевым аспектом выживания. Люди, возможно, перемещались бы сезонно, следуя за доступными ресурсами, ища места с более благоприятными климатическими условиями. Это создало бы динамичную картину, где население постоянно адаптировалось к меняющимся условиям. Научные исследования и технологические инновации, вероятно, получили бы большой импульс. Понимание экосистемы жизненных циклов растений и животных стало бы важным аспектом для выживания. Люди стремились бы изучать поведение животных, чтобы лучше адаптироваться к условиям окружающей среды. Возможно, они бы экспериментировали с селекцией, создавая более устойчивые виды растений и животных, способные выживать в условиях пангеи. Доступ к ресурсам был бы не просто вопросом удобства, но и вопросом выживания. В условиях конкуренции за воду и пищу конфликты между различными группами населения могли бы стать частым явлением. Однако такие конфликты также могли бы способствовать объединению людей, которые осознавали бы необходимость совместной работы для выживания. Таким образом, социальная структура менялась бы, подстраиваясь под вызовы, с которыми сталкивалось человечество на Пангея. Как бы там ни было, климатические условия создавали бы постоянное давление на общество. Периоды засухи могли бы сменяться сезонами обильных дождей, что также требовало бы от людей способности к быстрой адаптации и планированию. Предсказание погоды стало бы важной частью жизни. Люди могли бы разрабатывать методы наблюдения за природными явлениями, чтобы предсказывать изменения климата и соответствующим образом подстраиваться. Таким образом, жизнь на Пангея представляла бы собой постоянную борьбу за выживание, полную вызовов и возможностей. Человечество, адаптируя свои привычки и образ жизни, создало бы уникальную культуру, в которой выживание стало бы главным приоритетом. Это был бы мир, где каждое решение имело значение, а способности людей к адаптации определяли бы их будущее. С учетом всех этих факторов становится очевидно, что жизнь на Пангея была бы полна динамики, изменений и постоянного стремления к выживанию. Продолжение следует...